Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июля. Многие просят рассказать, как формировать петрушу огородника в теплице и в открытом грунте. Сейчас начну с теплицы. Когда я рассказывала про посадку, про схему высадки 2 томата в 1 лунку, я говорила, что не все томаты можно так посадить. Что есть томаты, которые сильно разрастаются в ширину, и этот способ не очень удобный для них. Вот одним из таких томатов является петруша огородник. Я сейчас сначала расскажу вам, что это за сорт, ну как общие характеристики, а потом расскажу о формировке его в теплице. Вот в описании написано, супер детерминатный сорт, значит он невысокий и сам вершкуется. Куст штамбовый, низкорослый, высотой до 60 см. При выращивании в теплице может достигать 1 м и 1,20 м. Томат петруша огородник средний-ранний, имеет длительный срок активного плодоношения с июля по сентябрь. Урожайность до 4-6 кг с одного куста. Куст густой, низкорослый, с обильным количеством завязей. Листья сочные, темно-зеленого цвета. Помидор петруша огородник устойчив к таким заболеваниям, как верхушечная корневая гниль, фитофтороз, мозаичность листьев. Томаты отличаются обильным плодоношением. Плоды яркие, розовые, овальные формы. Удлиненные, напоминающие колпак. Отсюда и название. Масса плодов 180-200 г, может достигать 300 г. Сорт обладает отличными вкусовыми качествами с высоким содержанием сахара. Плоды петруши мясистые, крепкие и долго хранятся в свежем виде. Вот это описание с пачки. Все, что здесь описано, да, это все соответствует. Он невысокий, листья мясистые такие, плоды удлиненные. И действительно могут первые плоды быть очень крупные. И действительно они сладкие. Все. Как мы с ним можем поступить в теплице? Вот у меня, видите, посажено две в одну лунку. Но, я сейчас вам, тут не очень хорошо видно, я сейчас вам покажу на схеме. Если остальные томаты, я вот высаживаю, например, смотрите, две в одну лунку, между ними дорожка. Две в одну лунку, между ними дорожка. Им хватает вот этого расстояния, которое я им даю. То петрушу, огородник, я в теплице стараюсь не садить и сажу очень редко, потому что он очень кустистый. Ему нужно очень много места. Я сажу его, высаживаю только в торцах. И вы видите, что здесь, вот в торце, я специально выделила его красным, он занимает всю вот эту вот территорию. Тут, ну, около полтора метра, метр тридцать, однако. И все я отдаю ему под эту, под четыре этих куста. Если остальные, видите они, лунка-дорожка, лунка-дорожка, то он разрастется так, что эти четыре куста будут в торце вот занимать все-все. Сейчас я вам сверху покажу, и вы убедитесь, что он действительно... Вот тут я еще не обрезала. Видите, между ними даже не видно прохода. Вот эта вся половина теплицы, вся занялась вот этими четырьмя кустами. Это он в теплице так. И в теплице, хотя я всегда говорю, что у него на пасынках большая часть плодов, лучше пасынки вот эти не удалять, не убирать, я все-таки оголяю вот этот низ до первой кисти плодовой, для того, чтобы немного все-таки проветривалось. Потому что в теплице, вы знаете, что такие условия благоприятные для образования фитофторы и всех болезней, хоть и пишут, что сорт не склонен к этим заболеваниям, все-таки нужно стараться, чтобы низ не загущивался. Видите, вот я сейчас покажу, я там еще не обрезала, вот на том, на втором кусте, видите, он как густо разрастается, и он почти до земли, у него вот эта сплошная зеленая масса. Я вот сегодня пойду и все-все там выстригу, так же вот как на этом кустике, чтобы до первых плодов хотя бы было все. И, конечно, у него очень большие, сочные зеленые листья. Видите, как они вообще сплошным вот таким вот, как масса, сплошная, огромная масса листьев. Я, конечно, их немного и ополовиниваю, обрезаю, и обрезаю вот здесь, где очень густо, потому что он идет, дальше он пошел в несколько стволов, вы видите, вот их было два, потом раздвоились, этот раздвоился, тут еще раздваивается. Их будет много, их я уже не ограничиваю, количество стволов, я просто убираю немного вот этих мясистых, здоровых листьев. Во-первых, они много сил с растения вытягивают, во-вторых, конечно, это все загущено, с теплицей я все-таки боюсь создавать вот такие густые насаждения, но это формирование в теплице. Я сейчас дальше уйду на улицу, сниму следующий видеоролик, как петрушу огородника я выращиваю на улице. Все-таки на улице, мне кажется, ему более комфортные условия, он там может разрастись до любых размеров. В прошлом году весь был в плодах, такие алые, красивые. Вот я сейчас рукой возьмусь, смотрите, какие уже здоровые здесь. Единственное, что они еще не спеют, потому что я их в загущенном лотке держала, ну очень большой, хороший петруша, прям такой. Ну все, до свидания, сейчас пойду рассказывать, как на улице он у меня растет и показываю.